Facebook торгует личными данными англичан. Давний конфликт между британскими законодателями и американской компанией Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, вышел на новый уровень. В понедельник Комитет по цифровым технологиям Палаты Община опубликовал доклад под названием «Фейковые новости. Результат 18-месячного расследования, инициированного в том числе на основании жалоб от компаний разработчиков программного обеспечения на недобросовестную конкуренцию». Британская Палата Община обвинила главу Facebook Марка Цукерберга в неуважении к парламенту. Фото AP. Кроме того, резонансным поводом стали откровения осведомителя Кристофера Уайли, бывшего сотрудника компании Cambridge Analytica, сообщившего о том, что незадолго до голосования по Брекзиту в ее распоряжение попала база с личными данными миллиона пользователей соцсети. После того как руководитель Facebook Марк Цукерберг не пожелал предстать перед Палатой Общин на слушаниях по этому резонансному делу, британские законодатели обвинили его в неуважении к парламенту, напоминает. Этот эпизод они припоминают и в свежем докладе, называя соцсет ни много ни мало цифровым гангстером, обвиняя компанию в нарушении законов о сохранении конфиденциальности данных в том числе англичан, которые теперь попали в другие источники. В Госдуме назвали заказную блокировку проекта RTV Facebook. Издание отмечает, что по сути британская сторона предлагает установить над Facebook контроль, изменив для этого законодательство Соединенного Королевства. Эту инициативу газета признает беспрецедентной. В выводах парламентария, которые основаны на 170 аналитических записках и 73 свидетельских показаниях, содержится и политический контекст. В Британии Facebook назвали цифровым гангстером, обвинив компанию в нарушении законов о сохранении конфиденциальности данных. Так, Палата общин рекомендует коллегам с Даунинг-стрит, 10, запустить расследование по поводу иностранного вмешательства во все британские выборы, начиная с 2014 года. Показания техдиректора компании Майка Шрипфера, который в свое время по сути опроверг иностранное, в том числе и российское, влияние на исход Брикзита через Facebook, Лондон не удовлетворили. Ранее Шрипфер пошутил, что на компанию по вмешательству, как установили специалисты Facebook, было потрачено лицами из-за рубежа не больше одного доллара. В мире Европа, Великобритания, общество, СМИ и соцсети.